А вот этот момент с передислокацией тактического ядерного оружия из России в Беларусь, по вашему мнению, вот зачем это Путин делает, какие цели он преследует, на что он вообще рассчитывает? Потому что, ну так вот, думается мне, что это, ну, разве что для того, чтобы еще большее количество российских войск туда, в Беларусь, передислоцировать. Ну, якобы для охраны вот этого тактического ядерного оружия, потому что, казалось бы, какой-то другой военной цели в этом быть не может. Ну, тут два момента есть. Первый — это ядерный шантаж, продолжение ядерного шантажа. Ядерный шантаж — это, в общем-то, единственное, что у Путина осталось, больше ничего. Это вот такой козырной туз, которого он периодически вынимает из колоды и всем демонстрирует, вот что у меня есть, я сейчас вас там размажу. Но реально он воплотить в жизнь не может, этот ядерный шантаж. Как я уже говорил, какие-то действия такие предпринимать, реальность ядерного оружия. Потому что он потеряет последних своих партнёров и союзников в результате. Россия тогда будет полностью изолирована, если она это сделает. Поэтому он предпринимает такие демонстративные шаги. Кстати, эксперты не все думают, что это будет реализован плавно, то есть реально физически будет перемещено туда ядерная ручь. Возможно, это просто чисто такая демонстрация напугать зам. Но никого он, естественно, не напугал, никто не испугался назад. Теперь вторая цель возможная. Он ещё хочет теснее связать Лукашенко с собой, Беларусь с собой. Не получилось у него захватить Украину. Он, может быть, решил ускорить процесс медленной или ползучей аннексии Беларуси. Кстати, то, что сейчас Лукашенко говорят, я ничего не знаю, здесь врать не буду. Питаясь такими же слухами, как и все, говорят, что у него серьёзные проблемы со здоровьем. Вполне вероятно, что его путинские друзья подтравливают по своей обычной привычке. Почему? Потому что Лукашенко, при том, что, конечно, кровавый диктатор, просто редко по-другому не скажет. Он, конечно, зависим от Путина, но он не хочет аннексии Беларуси. Почему? И своих корыстных эгоистических соображений. У него другие стратегические планы. Он не хочет быть путинским губернатором Беларуси. Он хочет быть королём Беларуси и передать свой престол и корону своему сынку Олега Федоров. Поэтому тактически Лукашенко Путину нужен, а стратегически он бы его рад был удалить. И рад был бы его удалить. И дальше, значит, какой-нибудь будет непонятно, кто там будет вслед за Лукашенко. По-моему, там одна дама в Беларуси его знает, а я даже и фамилии не помню. Значит, и она, ну, она просто слабая, ничтожная, никакого поддержки нет ни в обществе, ни в элитах. И дальше она уже войдёт на те уступки, на которые не шёл Лукашенко в области так называемой интеграции, а в реальности ползучей аннексии Беларуси и России. И дальше появляется какая-нибудь Белорусская республика в составе СССР. Я говорю, говорка по Фрейду. В составе Российской Федерации. Так что это опасность есть, но единственное, на что надежда, что у Путина просто на этот хитрый ход, на этот хитрый план просто нет времени. Потому что, значит, что называется крот истории роет, медленно, но роет. И сейчас уже, я думаю, у Путина по русскому режиму просто не осталось время на такие, на проведение таких широкомасштабных внешнеполитических проектов. Игорь Виленович, но когда Лукашенко ещё был более-менее в меняемом состоянии, несколько дней назад он дал интервью российскому телевидению, где призвал, в том числе и Казахстан, значит, к этому союзному государству присоединиться. Мол, тогда и с вами Путин обязательно поделится ядерным оружием. И вот сегодня президент Казахстана Такаев очень остро на это отреагировал. Он сказал очень хорошая шутка, но, мол, мы не будем нарушать международные обязательства, которые мы взяли о нераспространении ядерного оружия. И вот то, как он ответ этот сформулировал, что, мол, я оценил эту шутку, да, правильно ли я понимаю, что он фактически макнул Лукашенко, а с ним и Путина, вот простите, вот, то есть выставил их шутами. Но вот Такаев может себе позволить, потому что за его спиной стоит Китай, правильно ли я понимаю? Да, конечно, за спиной Такаева Китай. Такаев играет на всех партиях, на нескольких шахматных досках своей партии. У него есть Китай, у него есть, кстати, у Казахстана плотные отношения экономические, в том числе с Великобританией, к примеру. Есть Турция, с которой тоже свои отношения. И есть Россия. С Россией они тоже мутят, они помогают России обходить санкции, но, естественно, не бесплатно, что называется, на этом неплохо зарабатывать. Но подложиться под Путина, Такаев, конечно, не хочет, в отличие от Лукашенко, и может себе этого позволить. Значит, естественно, что он, я думаю, что был действительно шокирован таким смешным предложением Лукашенко. А Лукашенко, видимо, очень гордится, что у него теперь ядерное оружие будет. То есть только в реальности он не сможет ни в коей мере им управлять, и об этом было недвусмысленно сказано российской стороной, контроль будет все равно за Россией. Но, видимо, для его такой примитивной колхозной гордости это очень важно, что у него на колхозном поле теперь будет стоять или лежать какая-нибудь партия атомных бомб или ракеты. Но мне очень даже странно, почему он этим гордится, с пониманием того, что использовать не сможет, что все равно этим оружием будут руководить и из Москвы. Но, тем не менее, этот объект, размещенный на территории Беларуси, он будет целью номер один, условно, для стран НАТО в случае, если начнется большая война. И мне очень странно, что Лукашенко и его приверженцы этого не понимают, что на самом деле Путин вот в определенной мере их подставил теперь под возможный этот удар. Если они так боятся войны с НАТО, ее, конечно же, не будет. Но, тем не менее, если они этого так боятся и так уверены в том, что НАТО хочет этой войны с ними, то они стали целью номер один для НАТОвских ракет. Ну да, это тоже есть, но я думаю, они немножко по-другому рассуждают. Они рассуждают, наверное, следующим образом. Вот начнется, условно, из Украины белорусские освободительные силы начнут наступать на Беларусь. Лукашенко, значит, срывает замки, там, пломбы с ядерного оружия и кричит. Если, значит, вы не остановите эту акцию, не перестанете им помогать, наверное, в адрес Украины, Польши, там. Когда я швыряю себе под ноги или куда угодно, там, атомную бомбу, и так, значит, красиво ухожу, в результате травим всю Европу. Или пытаюсь его, там, на Украину или на Польшу кинуть. То есть он надеется, что у него появится тоже такой не инструмент, а, да, инструмент для шантажа, для ядерного шантажа мира, для западного, прежде всего, мира Украины, Польши. Ну, мы-то знаем, что все эти его намерения и планы, они им не суждено сбыться, это однозначно.